Школа коллекционирования Лего Бравко, друзья, всем привет! У нас сейчас тема – это этикетки уничтожения леса, транспорт. Так эту тему озвучивает сам владелец коллекции Гунтес. Я нахожусь в Царниково, это город в Латвии. И здесь происходит выставка спичечных этикеток. Гунтес, добрый день! Добрый день! Да, вот расскажите, вот эта тема, почему она с вами резонирует, что здесь интересного? Пожалуйста. Знаете, я много катаюсь по Латвии, да, я вижу, что едут эти бревновозы, везут бревна, порт, и потом они кораблями отсылаются в другие страны, уничтожается наша зеленая зона. Мне очень больно. Вот вы видите техника, да, тут не только, как говорится, техника по уничтожению леса. Есть и комбайны, которые сажают новый лес, да. Не все так плохо, да? Да, не все так плохо, но, как правило, очень мало я вижу по Латвии, чтобы на этом поле через пять лет, как по закону положено, засадили новый лес. Нету этого. Ну вот как вы доставали эти спичные этикетки? Это был какой-то набор, сразу купили или... Это был набор такой мягкой упаковочки, да, как Юрис показывал, да. В киоске, по-моему, я его доставил. Ну да, в советское время, да, это продавались такие наборы. Это вообще спичные этикетки какой страны, региона? Это российские. То есть советское время, вот такая техника, вот как бы советского периода, то есть это еще и свидетельство того, какая техника была раньше, вот в тот период, да? Да, и вот еще была русская тема, да. Ну советская, давайте скажем. Ихние мазы, и вот пускались и старые, и современные. Да, ну вот в то время такой набор легко было найти, вот в тех же самых местах, где продаются, как бы всем хватало, да? Все киоски были полные. Какой-то период, да, они продавались, да? И если не ошибаюсь, 15 копеек стоила. Пачка, упаковка стоила, да? Ну да. То есть, в принципе, много кто мог себе позволить, но не все, конечно, были способны понять, что это вот чем-то интересная тема, ее нужно взять, купить, сохранить, да, то есть это только относится к коллекционерам, да, такая способность. Ну я вам скажу так, если ты купил одну пачку, то останавливаться нельзя, надо все время искать новые, 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 а это 15 копеек, 15 копеек, 15 копеек. Не все могли, как говорится, это позорить себе, потому что зарплаты тогда не ахти были. Ну и такой жизненный процесс в жизни коллекционера, да? Да. Ну да, если уже что-то выбрал, какую-то тему, да, продолжает действовать в этом направлении, потому что сам такой позыв, как бы, вот купи вот это, потому что это классно, интересно, да, то есть это о чем-то говорит, то есть в тебе есть какие-то способности, да, и вот какое-то действие, да, если уже начинаешь совершать, как это вот в мультике про Винни-Пуха, это жжжж, неспроста. Да, да, совершенно правильно. Вот так и тут, жжжжу, и пошел. И пошло, да. Друзья, смотрите, как правило, коллекционеры собирают что-то вот как бы в защиту, да, как бы показать, что это интересно. В данном случае, видите, как бы у Гунтаса, наоборот, сработал такой против, он против того, чтобы лес уничтожали, и поэтому он решил вот эту вот серию машин по обработке и сбору древесины, да, купить, сохранить и выставить сегодня здесь на выставке. Как бы тоже очень интересно и показательно. Видите, коллекция, каждая имеет какую-то свою информацию, какое-то информационное воздействие, какой-то, как сейчас говорят, месседж, сообщение для всех нас. Кто знает, может быть, мы со временем будем жить лучше, когда услышим все эти месседжи, увидим все это и осознаем, сделаем правильные выводы. Спасибо, Гунтас, очень интересная тема. Друзья, да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мы переходим еще к другим экспозициям спичных этикеток. У нас будет целая подборка видео. В правом верхнем углу смотрите плейлист, не пропускайте, подписывайтесь, пишите комментарии, коллекционерам будет очень интересно почитать, что вы думаете о темах, которые мы здесь поднимаем. А на этом все, друзья. Пока-пока.